Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа Вести Карачева-Черкесия. Сегодня день семьи, любви и верности. Замечательным праздником жителей Карачева-Черкесии поздравляет глава республики Рашид Тимрезов. Этот молодой, но уже народный праздник – символ самого ценного, что может быть у человека крепкой и любящей семьи, надежного тыла, искренне преданных нам людей. А в основе каждой семьи должна быть верность, надежность, готовность помочь и поддержать минуту горести и испытаний. И, что не менее важно, разделить радость счастливых моментов. Наш регион, как и наша держава, всегда славился крепкими и большими семьями, в основе которых лежат традиции взаимного уважения и поддержки. Наша задача – сохранить традиционные ценности, завещанные нам предками, и передать будущим поколениям. Ценности и целостность семьи всегда будет незыблемой нормой нашего общества. Спустя 15 лет мы еще больше ценим наш союз. В День семьи, любви и верности супружеская пара из Росгвардии поделилась историей своей любви и секретом крепких отношений. Формулу семейного счастья Иркеновых разгадала Фатима Даурова. В семье Мурата и Марьяны Иркеновых нет обособленного «я», а есть неразрывное «мы». За чашкой ароматного чая принято обсуждать совместные планы, проблемы, отношения с друзьями и близкими, сложности профессиональной деятельности, делиться сокровенным. Так случилось, что здесь один человек стал настоящей половинкой другого. За годы совместной жизни Марьяна ни разу не пожалела о сделанном выборе. Вы знаете, его отношение к работе, вот я на это обратила внимание, и потом обратила внимание на его отношение к маме своей, к родным своим, его отношение потом ко мне. Точно такое же отношение и к детям. Он одинаково как-то умудряется ко всем относиться, с трепетом, с любовью, поэтому я ни дня не пожалела. Их история началась 15 лет назад. Марьяна только пришла служить во вневедомственную охрану, а ее будущий муж был уже командиром взвода. Два человека, которые создали прекрасную семью, в то время и думать не могли, что повстречают своих вторых половинок прямо на работе и будут жить душа в душу и воспитывать троих замечательных детишек. Ну вот как раз в 2004 году, когда я пришла в охрану, как раз супруг тоже там проходил службу, мы вместе там несли службу, обратила внимание на его такие качества, как надежность, ответственность, ответственность к работе, его отношение к личному суставу своему. Он на тот момент был командиром взвода. И четыре года спустя мы поженились. Главное богатство семьи Иркиновых – это их дети – Диана, Магомед и Сабина. Они часто заставляют испытывать родителей чувство гордости за свои успехи и достижения. Дети творческие и талантливые. Старшая Диана, помимо интереса к отличной учебе, на досуге увлекается игрой на гитаре. По вечерам, когда мы со школы пришли, и родители тоже с работы приехали, иногда тоже играем с Магой, когда учим новые песни. А младшая Сабина пока только начинает погружаться в спортивную жизнь, занимается художественной гимнастикой и делает определенные успехи. Она с ловкостью играться и пантеры демонстрирует и нам свои способности. Верный помощник папы, наследник семьи Иркиновых, 10-летний Магомед, увлекается боксом и знает, что после папы он самый главный защитник мамы и двух сестер. Отцовские наказы уже дают результат. Заботиться должен о них. А в семье какого должен быть? Ну, может, он сильный, ловкий, умный. Воспитанием больше мамы, наверное, занимается. Тут отец только пример может подавать. Но сыну говорю, что он защитник, меня дома нет, он глава семьи. То есть не обижать ни сестер не может. Он защитник, он защитник, он это понимает. И чтобы честные были. Самое главное – честность. Обман у нас, в принципе, не приветствуется, даже шуточный. Вот именно честность, всё. Ну, трудолюбие. Когда начинает мама что-то делать, дочки помогают. Там по возможности сын помогает. Дома всегда с нетерпением ждут приезда папы из разных служебных командировок. Время, проведённое вместе, для них особенно ценно. Какого-то особого секрета у них нет. Они просто любят и поддерживают друг друга. Именно на этом, по мнению супруга, встроится и прочный брак. Это крепкая семья с традиционными ценностями и устоями. Мурат и Марьяна живут в согласии уже много лет. Обожают своих детишек и показывают им на собственном примере, что настоящая любовь существует. Фатима Даурва, Олег Малхожев, Вести, Карачаево, Черкесия. Сейчас о погоде на выходные, а после мы продолжим выпуск. Субтитры подогнал «Симон» В Черкесске прошёл отчётный концерт городского хора ветеранов под руководством Людмилы Городецкой. Зрители насладились живым исполнением как известных, так и совсем новых песен. Подробнее расскажет Альбина Хубиева. Душевность, патриотизм и сплочённость. Этими тремя словами можно описать ансамбль «Факел». Существующий с декабря 1985 года коллектив в своём репертуаре имеет уже более 300 песен, включая композиции Даурова, Нагалиева и многих других. И с большим удовольствием выступает на концертных площадках, городских мероприятиях и в общеобразовательных школах. Недавно прошедший концерт вновь собрал полный зал зрителей. Артистов встречают и провожают шквалом аплодисментов. Выступления хора, вокального ансамбля и сольных исполнителей не оставляют пришедших равнодушными, ведь для многих это не просто песни, это целые истории, рассказанные со сцены, которые доносятся до зрителя и проникают в душу. «Когда смотришь, поёшь, дышишь, и вот хочется всё отдать, чтобы они поняли, зрители, чтобы так же с тобой вместе пели и наслаждались». Начинал ансамбль «Факел» под управлением советского композитора и руководителя симфонического оркестра Аслана Даурова. К 40-летию победы было приурочено первое выступление коллектива. Обе песни были посвящены теме войны и патриотизма, одна из которых была общероссийская, а другая написана самим музыкантом. В ансамбле выступали в основном ветераны войны и понемногу со временем вливаться в коллектив стали и женщины. Состав вырос до 60 человек. К сожалению, с тех пор прошло немало времени и количество людей сократилось до 30, но артисты продолжают выступать с теми же целями, которые были поставлены Советом ветеранов при создании коллектива, просвещении подрастающего поколения на тему патриотизма. Поэтому в репертуале ансамбля много песен о войне. На прошедшем концерте, посвященном 80-летию освобождения Карачао-Черкесии, состав выступил с песнями о героях и о их подвигах. Людмила Городецкая уверена, что ее основная задача как руководителя хора – в единении людей. Чтобы им было интересно, чтобы они каждое произведение пели с удовольствием и как бы выкладывались в то, что они и делают. Участники коллектива не только исполняют песни, но и принимают участие в их написании. Татьяна Макаренко стала автором песни «Моя земля» и посвятила ее людям. Она родилась как раз под этим впечатлением, под этим настроением всеобщего подъема людского. Ежегодный отчетный концерт получился длиннее обычного. Вокалисты пожелали дополнить выступление своими песнями. В 2024 году в декабре хору исполняется 40 лет, но коллектив предпочитает отмечать свой юбилей в мае. Именно победной весной они впервые выступили. Альбина Хубиева, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. В Черкесске в рамках реализации всероссийского проекта «За самбо» прошел региональный форум, посвященный 85-летию самбо. Участие приняли спортсмены и тренеры Карачаева-Черкесии и Краснодарского края. С форума репортаж Дарья Тандит. Самбо является национальным видом спорта и культивируется во всех регионах нашей страны. Эти достижения – результат усилий эффективной работы Министерства образования и науки и Министерства культуры и спорта, совместных с педагогами, тренерами и спортсменами. Данный форум позволит участникам приобрести новые знания, познакомиться с лучшими практиками Краснодарского края. И все это в дальнейшем применять для эффективного развития проекта «За самбо» в учебных заведениях, поделилась заместитель министра образования и науки Карачаева-Черкесии Лейла Атаева. Хочу пожелать вам всем успехов, пожелать того, чтобы выводы, которые вы сегодня сделаете по окончании данного мероприятия, помогут вам еще точнее выстроить тот путь, который мы должны пройти для того, чтобы наши дети еще больше хотели заниматься. Любовь Ивановна Карл – тьютер по физической культуре в рамках реализации всероссийского проекта «Самбо в школу» в Краснодарском крае. Она поделилась своими знаниями, благодаря которым в сельском небольшом зале она смогла поднять самбо на высокий уровень. Рассказала о тонкостях проведения занятий в школах. Детям не нужны самбовки, подходит обычная спортивная форма. «Мы, прежде всего, очим детей самозащите», – отметила Любовь Ивановна. «Прежде всего мы должны защищать себя. Посмотрите в быту, сколько у нас травм, потому что дети не умеют правильно падать. И не только дети, но и взрослые, ведь они из школы пойдут во взрослую жизнь. А мы их учим в самостраховке. То есть, прежде всего, проект начинается именно с этих первых шагов. Дети должны научиться правильно падать». От имени председателя Общественного совета Всероссийского проекта «За самбо» Александра Иванова со словами благодарности и пожеланиями к тренерам и педагогам обратился Руслан Джамбаев. «Хотел бы выразить слова признательности всем организаторам. Этот проект, конечно, имеет огромное значение. Я очень рад, что такое внимание уделяется именно этому виду спорта. Самое главное – пожелать нам всем здоровья, удачи, благополучия, чтобы все это начинание принесло тот ожидаемый результат, который мы все ждем. Спасибо». Спорт – это движущий механизм современного российского общества. Программа «Самбо в школу» с каждым годом дает дополнительный импульс развития, поднимая уровень физической подготовки школьников. Дарья Тендит, Расул Гердиев, Вести Карачаева, Черкесия. Отличного субботнего дня и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова